Действительно в 13 минут в Беларуси. Это ток-шоу будни здесь в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно уже будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и, конечно же, слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Слушайте нас, кстати, и онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич. Доброе утро. Ну что, подводим итоги этой недели. Понятное дело, что неделя прошла под знаком саммита BRICS в Казани. Очень серьезное мероприятие, наверное, для развития, не наверное, а точно для развития дальнейшего вообще существования всего мира. Поговорим и о насыщенной повестке Александра Лукашенко на полях форума. Но давайте вначале глобально. Саммит BRICS в Казани. Его значение вообще в геополитических процессах всего мира, внимание к этому саммиту и ваше впечатление. Ну, учитывая то, что сейчас все комментируют эту встречу, наши оппоненты, назовем их так, на Западе просто бьются в истерике. Ну, про беглых я вообще молчу. Там какие-то другие заботы еще. Нет, там те же заботы, они пытаются комментировать, но то, что оказывали давление на многих лидеров государства, чтобы они не ехали в Казань, это свидетельство того, что там происходит что-то серьезное. Это действительно так, потому что по оценкам различных аналитиков, это подтверждают и главы государства, именно Шанхайская организация сотрудничества и BRICS являются теми структурами, которые образуют некое новое здание мирового такого порядка, которое возникает на руинах однополярного мира. И, в общем-то, об этом говорил наш президент. Смотрите, когда он встречался с Антонио Гутерришем и накануне, в ходе очень таких программных интервью, которые дал Александр Лукашенко, он говорил, что BRICS, ну, возможно, где-то и заменит его, но пока об этом речи не идет. То есть, в принципе, если будет видно, что существующие ныне международные организации недостаточно эффективны, то вот уже есть структуры, которые готовы брать на себя ответственность за принятие очень крупных решений. С другой стороны, Беларусь именно та, то государство, которое стремится к полноценному выполнению всех пунктов устава ООН. Мы как бы входим в группу друзей устава ООН, то есть нужно вернуться к тем положениям, которые были когда-то заложены в 1945 году, как, по-моему, наш министр странных дел сказал, нужно вернуться к духу Сан-Франциско. То есть тогда, когда в том числе и делегация Белорусской Советской Социалистической Республики подписывала уставные документы Организации Объединенных Наций. Но даже и при наличии ООН очень важны такие структуры, ведь БРИКС это уже не региональная организация, это мировая. Посмотрите, государства представляют Европу, Азию, Африку, американский континент в широком смысле, Южную Америку, так? То есть самые разные части света представлены. Это действительно организация мирового значения. Ну и на Западе там начинают критиковать, вот, дескать, не так много там институтов создано, слушайте, ну не так мало. Действует банк, достаточно эффективный. Сумма кредитов, субсидий, которые этот банк выделил, банк развития, новый банк развития БРИКС, превысила 33 миллиарда там за буквально несколько последних лет. Это серьезно, это инфраструктурные проекты и многие другие. Это, слушайте, в спортивной сфере игры БРИКС, которые проходят. Ну то есть, да, получается, по многим направлениям. Через эти структуры мировое сообщество ищет пути выхода из того тупика, в который планету завел гегемонизм, прежде всего, Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. То есть вот этот трансатлантический централизм, который сформировался, он страны не устраивает. И мы ищем пути выхода. БРИКС является одним из таких путей. Ну и даже, вот, посмотрите, картинки саммита. Встреча глав государства, заявления. Очень спокойная, миролюбивая атмосфера. Президент Азербайджана беседует с премьер-министром Армении кадры, которые облетели весь мир. С возможностью установить контакты. Вот, допустим, наш президент с вновь избранным президентом Ирана встречался. Ну и то, что приехал генеральный секретарь ООН. А Антонио Гутерриш, это все-таки представитель европейской страны, Португалии. То есть, и вот не зря наш президент сказал такой, ну, комплимент, наверное, в адрес генерального секретаря, что он отличается от многих других. Действительно, Антонио Гутерриш по ряду позиций, когда он дает свои оценки, он сумел подняться над своим там происхождением из Европейского Союза. Понятно, что США давали добро когда-то на его назначение, думая, что это будет такой же послушный агент СЕ, как и многие другие. Но нет, вот его оценки по Ближнему Востоку, по многим другим, они все-таки, он старается, чтобы они носили объективный характер. И президент наш это отметил. Тем более, что цели Беларуси и цели организации объединенных наций в целом абсолютно совпадают. Мы стремимся к миру. Беларусь, партнер БРИКС уже официально. Вот белорусские предложения по развитию объединения на данном этапе, на ваш взгляд, какие они могут быть? Ну и опять же, вот глава государства, как мы всегда здесь в студии говорим, нет ни оценки 10. Вот опять же, настраивает на более такую стремительную работу, интенсивную. Почему сейчас важно БРИКС? Почему президент настраивает на интенсивную работу, я думаю, это понятно. Он всегда все службы внешнеполитические, внутриполитические, в экономике, в культуре, в образовании, в информационной сфере настраивает на такую интенсивную работу. Беларусь всегда во все международные организации приходит со своей программой, со своей повесткой. То есть мы не, знаете, вот какие-то наши некоторые соседи восточноевропейские, которые там стремятся в ЕС, выполняя, типа, выполняйте пункты плана. Они под козырек берут и говорят, да, будем выполнять пункты плана. А с чем вы приходите? С какой идеей? У этих восточноевропейских стран, которые заявляют о стремлении в ЕС и в НАТО, никаких идей, кроме русофобии, нет. Они, собственно говоря, для этого там только и нужны, ни для чего более. Наши отношения и в рамках интеграционных сообществ на постсоветском пространстве, и в ШОС, куда мы уже полноправно вступили, и в БРИКС, они всегда наполнены осмыслением своей роли в мире. Как президент сказал, не надо преувеличивать, но и преуменьшать не надо. Пониманием того, что, и об этом было заявлено сейчас в Казани, наши представления о внешней политике совпадают полностью, 100%, с принципами, которые исповедуются в БРИКС. И это что? Мир, стремление все-таки к установлению мира, к установлению справедливого мира, урегулированию тех конфликтов, которые имеются сейчас. Это взаимоуважение к традициям и культурам стран, которые входят в БРИКС и являются партнерами БРИКС. Это свободное экономическое развитие, то есть абсолютно, ну, если угодно, создание общего такого пространства. Мы слово «рынок» не очень любим. Не отвлекусь, вот недавно выступал, был такой детальный доклад, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снабков в палате представитель. Это было совместное заседание национального собрания, и он говорил, вот условия рынка, сложившиеся в Белоруссии, становился, сказал, управляемого рынка, управляемого рынка. То есть создание, а что это значит? И на всем пространстве БРИКС создание принципов, которые бы, да, рынок регулировали, но принципы понятные, которые бы позволяли развивать полностью тот потенциал, которым обладают страны, входящие в БРИКС. Вот это целая совокупность таких позиций, с которыми Беларусь приходит в эту большую международную организацию. Ну, организацию ЛИИ, вот я думал, как, знаете, когда он сейчас статью писал в СБ Беларуси сегодня, организация все-таки, мы говорим, объединение, сообщество. И, знаете, ЕСовцы говорят, ну, вот у БРИКС нет таких структур, как в ЕС. Так слава богу, что нет. Мы видим, куда эти структуры, созданные в ЕС, завели эту организацию. И то, что БРИКС сейчас это скорее сообщество, чем некая жестко структурированная, выстроена такая институционализированная организация. В этом сила сейчас БРИКС. И это позволяет максимально учесть те возможности, ситуации, которые могут возникать на пути нашего движения. Но, что важно еще, западники, они вот критикуют, говорят, у стран, входящих в БРИКС, слишком разные точки зрения. И, опять-таки, это и хорошо, то, что Китай и Индия, у которых, да, есть определенные противоречения, и никто этого не скрывает, они в организации. То, что туда вступили там арабские страны, которых тоже могут быть разные точки зрения, да. Звучало же, что там Венесуэла, Бразилия, есть вопросы. Да, которые являются производителями энергоресурсов, являются потребителями энергоресурсов. Ну, так же, в этом, опять-таки, и сила, и привлекательность БРИКС, что такие разные страны могут собираться на одной площадке и, самое главное, договариваться. Ну, все, спасибо огромное. Еще одна тема, вот, что касается саммита БРИКС. Наверное, на данном этапе, вот, то, что касается интервью, громких заявлений Александра Лукашенко, не касается даже, в принципе, только нашей страны, а касается вообще всех процессов, которые происходят и на нашем континенте, и в мире. Потому что, опять же, пристальное внимание средств массовой информации к тем заявлениям, которые звучали от главы государства. Вот, на данном этапе громкие заявления Александра Лукашенко. Для кого они адресованы, кто должен их услышать? И, опять же, мы видим, что оппоненты слушают внимательно. Ну, вот, смотрите, не споря с вами, но мне не нравится, когда мы говорим громкие заявления Александра Лукашенко. А он же, когда отвечает на вопросы тех же журналистов и нашей доброй коллеги Ольги Скобеевой, и вот этого британца уже, такого, который стал завсегдатами подобных мероприятий. Видите, как президент, так немножко, значит, с ним и шутливо, и вежливо, и как со старым знакомым общается, хотя понимает, что это представитель той страны и того пропагандистского ресурса, ну, который, наверное, не очень дружелюбно настроен к нашей стране. Ну, президент абсолютно открыт. Александр Лукашенко не стремится делать громкие заявления. Это не в его стиле. Он просто искренне и открыто дает оценку тем событиям, которые происходят. Вот и все. У него спрашивают, что он думает о президентских выборах США. И он отвечает, что глупые там выборы, где происходит непонятно что, и объясняет, почему, например, Трамп, которого он и раскритиковал за какое-то его поведение, но вместе с тем, как политик, почему он ему, например, там, более импонирует. Абсолютно он не питает никаких иллюзий. И вот если мы посмотрим эту оценку нашего президента, она совпадает с оценкой многих американистов, которые хорошо разбираются в американской ситуации. Потому что у президента есть большой политический опыт. Он же несколько раз сказал в ходе общения в Казани и с журналистами, и с своими коллегами, руководителями других стран, что он может давать оценку с позиции своего политического опыта. Человека, который видел уже нескольких там генеральных секретарей ООН, президентов разных стран, который не просто был свидетелем развития в том числе сложных политических ситуаций и кризисов, но участвовал в их разрешении. И с этой позиции он и делится своим мнением. И поэтому его мнение, честное, открытое, опытного политика, государственного деятеля, интересно журналистам. Журналистам, которые стоят в очереди за интервью к Александру Лукашенко. И поэтому его заявления, они имеют такой резонанс, как вы сказали, громкие заявления. Потому что люди на планете отвыкли от того, что политики могут говорить искренне, от того, что политики могут настолько прямо, прямолинейно давать оценку тем ситуациям, которые происходят, но в реальности по-другому и нельзя. Ответственный государственный деятель именно так и должен делать, обозначая не где-то в узком кругу, на закрытом совещании, в какой-то ставке или еще где-то, что происходит, а людям объясняя, как своим гражданам, так и представителям других стран. И сравните это с поведением того же Зеленского, который, ну, просто вот антипод. Он поначалу пытался копировать стиль, мы с вами это отмечали, да и многие, Александр Лукашенко, вот я думаю, ему там его пиарщики написали, ты там жестко, давай там. Но они взяли, знаете, внешнюю картинку, не понимая сути нашего президента. И что делает вот сейчас Зеленский? План победы. Поеду, расскажу обо всем хозяевам на Западе. Потом сказали, слушай, да-ка люди говорят, ты же у себя в стране не сказал. Все, тогда я в Верховной Раде выступлю, но все не расскажу. И вот реакцию мы видим, уже видим реакцию украинского общества. Ну, слушайте, у многих людей это просто вызывает раздражение. Я уж не говорю, что у многих просто презрение. Вот такое поведение главы этого режима, который называет себя президентом Украины. И сравните с тем, как ведет себя наш президент. Вот, в той же Казани. Почему к нему так стремятся представители других стран, не только средств массовой информации, но и политические деятели, многие крупные предприниматели сейчас смотрят на Беларусь, как на перспективную страну для развития экономических интересов. Я вас уверяю, в следующем году, в 26-м, по экономике, по инвестиционным проектам, по инфраструктурным проектам в Беларуси будет очень много хороших новостей. И это в значительной степени связано с теми договоренностями, которые мы достигаем на площадке БРИКС и на площадке ШОС. Кстати, ну вот послушав то, как вы комментируете, можно ли говорить о том, что Александр Лукашенко задавал и задает вот такой новый тренд, в принципе, скажем так, в политике, к интересу? Он задает нормальный тренд. Он ведет себя так, как должен вести себя ответственным государственным политикам. Ну и запросы общества появился еще больше за пределами нашей страны. Я согласен с вами, но о чем идет речь? Вот нам стали говорить на Западе из всяких теоретики, не только политики, но там теоретики, ну даже, может быть, философы, там же в куямо себя философом считают, политологи, о некой новой нормальности. Когда мы стали отмечать, слушайте, как себя ведут западные политические деятели, некорректно, грубо, тупо, допускают ошибки и падает их рейтинг, говорят, это новая нормальность. Это вот новая нормальность, вот так и надо себя вести. Они вот этот термин новая нормальность применяют и в политике, и в личных каких-то отношениях, и в экономике, говорят, это вот все новая нормальность. А это просто ненормальность. И вот, когда мы начинаем сравнивать, почему измельчал так политический деятель на Западе от уровня Черчилля и Деголя до уровня Макрона, Шольца и так далее. Знаете, когда говорили, Зеленский это новый Черчилль, это было такое популярно в 1922 году, такой мем, да? Ну, если кому-то и Зеленский и Черчилль, то кому-то и кобыла невеста. Это примерно в таком же стиле рассуждение, да? А нет, такого не бывает. Так вот, наш президент, он как раз-таки находится в ряду вот этих классических, знаменитых, исторических, политических деятелей, которые тоже так себя вели. Если вы посмотрите выступление президента Деголя, который выходил к нации, и вот это его знаменитые французы, французы, француженки, и он там компатриотом, соотечественники. И дальше он излагал свою позицию с балкона или дворца по телевидению, и весь народ слушал, и эти выступления, они вошли в историю. Ровно так же делал Черчилль. Он же не просто афористично давал оценки, он отражал те настроения, которые были у людей. Он говорил честно. Посмотрите выступление Иосифа Виссарионовича Сталина 3 июля 1941 года, где дана предельно честная оценка, ну, исходя из того, что можно было тогда сказать, той ситуации, которая происходит. Это же вошло в хрестоматии. Братья и сестры, товарищи, друзья, я обращаюсь к вам. Знаменитое выступление и многие другие. Вот так себя ведут ответственные государственные деятели. Тем более в таких ситуациях, которые сейчас сложились в мире, кризисные, когда виляние, маневрирование, попытка уйти от проблемы, или вот как наш президент посмотрел его выступление 2005 года в ООН на трибуне Генеральной Ассамблеи, я бы сейчас просто взял его и перепечатал в нашей газетах. 2005 год. Наш президент выступает на 60-й Генеральной Ассамблее ООН. Он говорит предельно, понятно, открыто, и каждое слово уместно и сейчас. И он тогда говорит, что не надо политикам в мире вести себя по-страусиному, уходить от проблем. В 2005 году Александр Лукашенко предупреждает, к чему приведет эта страусиная политика. Она к этому и привела. Поэтому это часть политического стиля нашего президента. Открытость, искренность. Это то, за что его любят не только в нашей стране, но и наши граждане. Мы с вами всегда вручаем ему мандат нашего народного доверия. Ну что ж, спасибо огромное. Приремемся буквально на несколько минут в нашем эфире. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 36 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте эфири Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, то, что касается саммита BRICS, хотел бы остановиться еще на встречах президента нашей страны с лидерами других стран. И все-таки, наверное, здесь в этой студии, еще раз акцентировать внимание на те посылы, на то сотрудничество, которое нас ждет и которое уже осуществляется. Вот, допустим, встреча лидеров Беларуси и Ирана. Уже многие эксперты говорят, что вот такая историческая встреча, потому что, можно сказать, президенты лично познакомились друг с другом. Для чего вот на данном этапе, скажем так, сотрудничество нужно развивать, в каких направлениях, на ваш взгляд? Ну, направлений нас очень много. И, в общем-то, уже не первый год мы говорим об этом. Немногое было в свое время сделано. Потом был какой-то период такой торможения, определенный, в том числе и под давлением со стороны западных стран. Иран. Сейчас Иран, нужно понимать, что такое Иран. Да, он находится в очень сложной такой фазе внешнеполитической ситуации, находится под давлением США, Израиля, постоянных угроз, нанесения ударов по Ирану. Иран чувствует и несет ответственность не только за свою территорию, но и за тех людей, которые придерживаются идеологии, религиозных убеждений, тех взглядов, которые исповедуют Тегеран. И эти люди тоже подвергаются ударам. Они там разные. В общем, это все отражение той ситуации, которая сложилась за многие десятилетия на Ближнем Востоке. Но вместе с тем, находя все эти годы, опять-таки, десятилетия даже под санкциями, Иран показывает удивительный пример роста. Они сделали ставку на науку, на образование. Современная иранская нация, это очень высокообразованная нация, которая добилась серьезных прорывов в области технологического развития. Это большая экономика. Экономика не только нефти и газодобывающая, но экономика, в которой развиваются самые разные отрасли. Машиностроение, металлообработка, ну и можно там энергетика, много-много обсуждать. И поэтому перспективы экономического развития, они очень серьезные. И здесь мы знаем, что в Иране ждут и наши товары. Могут быть совместные инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты, проекты в сфере научно-технологических разработок. Тех же неокров, по линии академии наук, я думаю, и наших университетов крайне велики эти перспективы. Обмены студентами, направления на обучение, сотрудничество в области биотехнологии. То, что Ирану очень надо, а мы здесь можем уже поделиться нашими технологиями. То есть целый ряд вопросов, который связан с интересами двух стран. Но еще, да, Иран по-прежнему находится под санкциями, и поэтому многие белорусские товары, например, могут быть востребованы в том же Иране. Мы довольно успешно осуществили и осуществляем программу импортозамещения, и это тоже вызывает интерес. Поэтому уровень, допустим, товарооборота в 150-170 миллионов долларов, это не тот уровень, который мы можем добиваться с Ираном. Я думаю, что речь может идти о кратном увеличении. И, кстати говоря, опыт отношений нашей с Российской Федерацией, ну да, можно сказать, там союзное государство, поэтому все так удачно получается с Китаем, который наш является стратегический партнером. Но мы же сумели буквально за 4 года, даже меньше, в 2,5 раза нарастить товарооборот с Китаем. В 2,5 раза. И это очень серьезная перспектива. Но кроме того, вы знаете, вот у нас сейчас конгресс проходит большой, библиотека как феномен культуры, представители из 15 стран, в том числе приехали представители Африки. Кстати, по логистике очень сложно пока что, надо нам серьезно над этим думать. Из многих стран того же Сахеля, Гвинейского залива, чтобы до нас добраться и туда, ну, я вам прямо скажу, почти горы надо свернуть, и западники серьезные препятствия ставят. То есть уже есть вопрос. Да, но хоть до того, что не продают билеты, например, если конечный пункт, то Беларусь. То есть серьезные вещи, над которыми надо работать. Но еще с чем мы столкнулись? Надо понимать тех партнеров, с которыми мы выходим на сотрудничество. Нам надо развивать собственную африканистику, иранистику, то есть арабистику. Вот такие слова. Это целое научное направление. Это история, язык, традиции, культура, политические системы, религии. Все это нам надо изучать. У нас очень мало специалистов, либо их вообще нет. Ну, какие-то и ведения, слава богу, как-то стали продвигаться. Вот не зря же, смотрите, и когда был премьер Госсовета Китая, отдельно подписали соглашение об открытии нашей библиотеки Центра Китайской книги. Сейчас, когда прибыл новый посол и убывал предыдущий посол, в качестве одного из крупнейших достижений в двусторонних отношениях отмечалось именно открытие Центра Китайской книги. Почему? В Пекине прекрасно дают себе отчет, что культурное, образовательное сотрудничество, это не какое-то второстепенное. Это первостепенное направление. Если вы хотите успешно дружить, обмениваться товарами, вы должны понимать того, с кем вы работаете. У нас пока страноведение, ну, по этим нашим перспективным направлениям, ну, мягко говоря, сильно отстает. Нам надо прямо наращивать огромными темпами. Я бы не знаю, я бы сейчас просто большое количество наших специалистов, студентов отправлял бы даже на годичные стажировки в Иран, активно приглашал бы сюда иранских студентов. У нас есть великолепный опыт, я вам говорю, как человек, проработавший много в системе образования, оперативно мы можем очень гибко подстраивать свою учебную программу под это дело. Нам вот просто, как делал Советский Союз, честно, сотнями надо брать наших специалистов, отправлять туда на учебу, на стажировку, приглашать сюда их, особенно молодежь, завязывать эти связи, действовать более активно, а не только ждать, когда мы продадим тот или иной трактор, комбайн, какую-то технологию или к нам придут какие-то деньги. Не продадим и не придут, если мы не будем заниматься кадрами. Термин «кадры решают все» касается не только райисполкомов, руководства предприятий, но и в том числе специалистов, экспертов, которые могут сотрудничать. Вот как Советский Союз, под каждое направление институт академический создавал. У нас есть такие институты? Нету. А должны быть, я считаю, да. Может быть, пока объединенный институт. Африки, Ближнего Востока, например, Латинской Америки. А так у нас это все распылено. Что-то есть там на ФМО, вот там есть у нас, значит, институт Конфуция, что-то есть в Инъязи, МГЛУ, где-то что-то еще, вот оно все так распылено. А единого центра, который бы этим занимался, подготовкой специалистов, аналитическим сопровождением у нас нету. И это проблема. Ну что ж, спасибо огромное. Ну и, конечно же, в завершении еще одна тема, тема, которая касается марафона единства, продолжает марафон единства шагать. Жлобин. Да, по Беларуси. Жлобин. Очередной город, который принимает марафон единства. Вадим Францович, уже несколько городов позади. Ваши впечатления, ваши эмоции, самое главное, как реагируют люди, как реагирует белорусское общество. И на данном этапе, вот как принимает марафон единства. Я тоже могу поделиться. Ну и вы, у вас даже больше. Вот в Гомеле были, я как бы сценарно участвовал текстами в этом замечательном мероприятии. Вы там были непосредственно в самом Гомеле. С моей точки зрения, то, что я вижу по отзывам, по средствам массовой информации, людям это интересно. Люди ждут эти мероприятия, ждут и готовятся. Мы видим. Мне звонят даже постоянно с места. Вы видели, что залы переполнены там, где проходят наши встречи. Да, людей очень много. Людей очень много. Что меня радует? Я надеюсь, дай бог, такой же темп и такой же стиль сохранить. В каждом городе мы придумаем что-то новое. Нет вот одного и того же. Даже если сравним Гомеле-Молодечно, что появилось в Гомеле. Выставки новые появились. В концерте номера определенные, спикеры. Очень большой акцент на региональную повестку, включенность ее в общереспубликанскую. Вот сейчас мы тоже в Жлобине. Еще больше у нас будет выставок активностей различных по городу. Мы стараемся охватить. Мы с вами наши знаковые встречи чуть-чуть меняем. Спорим порой, да. Я вот очень хочу, чтобы мы где-то так сделали. Ну, я называю квартирник, но такой концерт, знаете, неформальный, где-то вот посреди города. Ну, погода постепенно меняется. Но, тем не менее, у нас есть там и вокзалы, и есть торговые центры, где мы можем это делать. Вот это постоянное изменение, постоянный творческий процесс, поиск каких-то форм, взаимодействия с нашими людьми, у меня он очень радует. Да, иногда такое напряжение возникает. Времени, как всегда, не хватает. Никто от основной работы нас не освобождал. Слава богу, да, мы продолжаем трудиться. Но вместе с тем активно занимаемся вот этим марафоном. И самое главное, ну, понимаете, вот когда твоя работа, твой труд, это большой нашей команды, режиссерско-постановочная группа, организаторов, продюсеров, наш с вами скромный вклад, тех спикеров, которые в этом участвуют, артистов. Вот, когда ты видишь отклик, вот Жанна Николаевна Чернявская, наш депутат, которая выступала в Гомеле, и мы с ней прорабатывали, как в тексте, какие, значит, акценты расставить. Ну, немного ведь, полторы минуты, ты за полторы минуты должен изложить какую-то свою позицию. Урби и торби, как говорится. Она мне говорит, знаешь, Вадим Францович, вот волновалась, но вот вышла когда аудитория, и вот эта колоссальная энергия зала, который тебя принимает, который тебя аплодирует, который соглашается с теми тезисами, которые ты излагаешь, говорит, такой вот заряд энергии огромный и радость, которая возникает. И это очень важно. Ну что же, и в завершение темы, конечно же, не могу не задать вопрос, который касается нашей электоральной кампании в следующем году. Это неделя. Так она уже в этом году, уже сроки, читайте график, который озвучил Игорь Васильевич Карпенко, электоральная кампания, все стартовало. Да, ну, конечно же, говорю об определении даты выборов президента Республики Беларусь, она определена, огромное количество запросов, интересов, скажем так, по ту сторону границ, наверное, мне кажется, даже больше, чем здесь. Что вы все по ту сторону? Надо здесь, здесь все главное. Мы анализируем, мы должны все анализировать. Почему, опять же, такое пристальное внимание к тому, что происходит? Главные выборы. Все ждали, все готовились. Говорят, а вот не рано ли 26 января? Слушайте, так у нас люди спрашивали, когда выбор, даже вот на марафоне единства. Там, Вадим Франч, когда будут выборы? Я в России с российскими журналистами общаюсь, говорят, ну, когда уже дату выборов назначить? Наши политические силы. Там, даже, ну, в исполкомах наши государственные служащие обменились. Да и мы постоянно, вот депутаты, политологи, где-то вот мы с Игорем Васильевичем беседовали, Карпенко, ну, когда, вот, да, тут думали, значит, где-то вот с середины января, как там закон позволяет, до марта. И было вот понимание, что март поздновато уже, там более поздние даты вообще речи не шло, потому что, ну, слушайте, там есть много позиций и чисто таких, ну, если угодно, даже бытовых люди там уже в мае начинают на дачи ездить, лето, каникулы, уменьшается внимание к политическим процессам, ну, такой вопрос. Как бы все считают, что летом, да, все-таки не очень хорошо делать выборы. Весна, 9 мая, нам надо 80 лет победы отмечать. И в статусе вот политической крупной кампании, ну, наверное, не очень это хорошо. Все-таки там и парад, и у нас будут торжества, и в Москве будут торжества, и у нас главнокомандующий наш, президент Республики Беларусь, в статусе уже с мандатом полноценным, он должен в этих мероприятиях участвовать. Ну, как одна из линий. Но и самое главное, что уже все готово, все политические институты выстроены, референдум состоялась, новая редакция Конституции, проведены выборы в местные советы, в парламент, полноценно заработало национальное собрание после выборов, сформировали все белорусско-народные собрания. Уже ясно, 4 политические партии в ближайшее время больше никаких партий не появятся. Сформированы позиции, ну, все есть, обучение проведено членов избирательных комиссий, как председатель ЦИКа, выступая в парламенте, сказал, более 60 тысяч человек вовлечено в процессы, и многие прошли это обучение. Все выстроено. Чего тянуть нам? Ну, чего нам тянуть? Поэтому спокойно опыт у нас проведения в зимнее время кампании, вот все последние, которые проходили и по референдуму, и избирательных по единому дню голосования у нас есть, поэтому спокойно вступаем в этот ответственнейший избирательный цикл. Уже пошли политические заявления, кто будет баллотироваться на этих выборах. Поэтому все, надо работать, но и, конечно же, использовать это время для глубокого анализа ситуации в стране, учета мнений наших граждан, наших избирателей, выявления тех проблем, которые есть, которые необходимо решить, и которые надо включить в план работы на следующую пятилетку. Вот все это, не только процедуры, выборы это не только процедура, выборы это прежде всего идеи, идеи, выборы это план решения проблем, выборы это план развития на будущие пять лет. Вот эти три месяца мы должны максимально использовать для, если угодно, вот такой полноценной, в подлинном смысле этого слова, идеологической работы. Ну что ж, спасибо огромное, время наше подошло к завершению. Напоминаю, самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио, 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей национального собрания. Республики Беларусь, генеральный директор национальной библиотеки Беларуси Вадим Францович Гигин. Спасибо огромное, Вадим Францович, заемкий разговор. Всем отличного дня, хороших выходных, до встречи в буднях.